Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В Казани возложили цветы к памятнику татарского поэта Габдуу Тукая. Казанский федеральный университет провел заседание ученого совета. Круглый стол состоялся в Институте международных отношений КФУ. 25 апреля в председательском корпусе Казанского Кремля прошло совместное заседание Попечительского и Административного Советов Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан с участием государственного советника Ментимия Шаймиева и представителей Казанского федерального университета. А теперь к другим новостям. В Татарстане проходят торжества по случаю Дня родного языка. И 133-летие со дня рождения великого татарского поэта Габдуу Тукая. В церемонии возложения цветов приняли участие ректор КФУ Ильшат Гафуров. Подробности далее. 26 апреля казанцы почли память выдающегося татарского поэта Габдуу Тукая. Это ежегодная традиция, в которой принимают участие руководители Татарстана, представители интеллигенции и молодежь. Каждый год в 9 часов торжественные мероприятия начинались с возложения цветов к подножью монумента Габдуу Тукая первыми лицами республики. Так и в этот раз почти с память человека, создавшего современный образ татарской литературы, приехали президент Татарстана Рустам Мениханов, государственный советник Татарстана Ментимер Шаймиев, мэр Казани Ильсур Медшин, ректор КФУ Ильшат Гафуров, руководители республиканских министерств и ведомств, а также общественные деятели. Особое место в церемонии занимают студенты и школьники. Прививать любовь к родному языку и литературе нужно не только в аудиториях и на лекциях, но и на таких мероприятиях. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюс. На прошедшем заседании ученого совета Казанского федерального университета были представлены структурные преобразования клиники КФУ и других подразделений и проведен конкурсный отбор на должности. Подробнее далее. В Казанском федеральном университете состоялось очередное заседание ученого совета, которое прошло под председательством ректора Ильшата Гафурова. Встреча началась с представления нового главного врача клиники КФУ. Напомним, с 22 апреля Сергей Осипов, ранее занимавший должность первого заместителя министра здравоохранения Республики Татарстан, был назначен главой медико-санитарной части университета. Самое главное – насытить эту инфраструктуру людьми, которые могут эффективно работать. К сожалению, там эффективность работы не измеряется только в деньгах, а измеряется в выделенных людях. И поставлена первая задача, на самом деле, превратить клинику в доброжилюбную, не только на словах, но и на деле, интегрироваться с нашим научным сообществом, не только в Республике Татарстан, но и в России, и в мире, определить паритетные клиники. Торжественная часть мероприятия была продолжена награждением доцента Института геологии и нефтегазовых технологий Вячеслава Смелкова. Награда присуждена за большой личный вклад в становление и развитие нефтяной промышленности Республики Татарстан и многолетний плодотворный труд. Медаль была передана его дочери. В рамках заседания ректор КФУ поделился подробностями встречи с руководителем предприятия «Росгеология». Встреча прошла во время Международного экономического саммита «Россия-Исламский мир. Казань-саммит-2019». Мы договорились, что наш университет будет рассматриваться как базовый университет для подготовки специалистов и научного сопровождения всех тех работ, которые Росгеология будет вести. Это первое. Второе. Мы также ввели разговор о научном сопровождении и подготовке специалистов для зарубежных компаний. Продолжая заседание, Ильшат Гафуров сообщил о введении в состав ученого совета КФУ Тимирхана Алишева, нынешнего декана подготовительного факультета для иностранных обучающихся. Обучение иностранцев будет проходить на площадке бывшего Казанского института Российского экономического университета имени Плеханова, который был передан Казанскому университету в 2015 году. Работа Тимирхана Алишева будет заключаться в том, чтобы не только в наборе слушателей, но и в том, чтобы выпускники подготовительного факультета были способны, знали, по крайней мере, русский язык и базовые предметы на такой уровне, чтобы могли вместе с нашими студентами, которые стали таковыми по конкурсу, понимать все предметы, которые они хотят изучить. Далее ученый совет утвердил кандидатуру на должность профессора и поддержал представление к присвоению звания доцента сразу 13 ученым университета из различных институтов. Также для принятия решения о создании 15 диссертационных советов по научным специальностям для целого ряда подразделений потребовалось открытое голосование. Помимо этого, состоялось утверждение претендентов на замещение должностей педагогических работников. В целях расширения возможностей обучающихся во взаимодействии с наставниками, зарекомендовавшими себя многолетним опытом педагогической научной деятельности в КФУ, на ученом совете была предложена и принята должность профессор-консультант. После совет рассмотрел вопросы, связанные со структурными преобразованиями в институтах КФУ. Наибольшего внимания удостоилось сообщение о выведении межфакультетской учебной базы займища из организационной структуры Института геологии и нефтегазовых технологий и введении ее в организационную структуру Института геологии и природопользования. Остальные темы повестки включили в себя присвоение почетных званий и присуждение именных стипендий. По итогам открытого голосования заслуженным профессором Казанского университета признан Михаил Щелкунов, директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Далее ученый совет утвердил обладателей именных стипендий академиков РАН Руальда Ирена Десагдеевых и Шауката Хабибулина во втором семестре учебного года 2018-2019. Ими стали три студента из Института физики. Артем Топичкин, Виолетта Басова, Арсений Каримов, Универньюз. Геополитика, экономика и безопасность Центральной Азии. В КФУ прошел круглый стол, посвященный ключевым вопросам развития региона. Подробности в сюжете Асус Аттаровой. 26 апреля в Институте международных отношений КФУ прошел круглый стол на тему геополитика, экономика и безопасность Центральной Азии. Круглый стол, он очень важный, очень своевременный. И как раз мы в рамках этого круглого стола обсуждаем важнейшие моменты, связанные с отношениями Центрально-Азиатских государств с Российской Федерацией. Организаторами круглого стола, посвященного упомянутой теме, а также вопросом взаимодействия экспертного сообщества России и Центрально-Азиатских государств выступает Институт исследований Центральной Азии. В настоящее время очень интенсивно продолжаются отношения между Центрально-Азиатскими государствами и Российской Федерацией. Спикерами круглого стола стали представители из четырех республик Центральной Азии. Они обсудили такие блоки, как роль и место России из стран Центральной Азии в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, евразийская модель взаимодействия экспертных сообществ, институты и методы сотрудничества экспертов России и Центральной Азии и геополитическое противостояние в регионе Центральной Азии. Сейчас идет процесс обсуждения важнейших вопросов двусторонных отношений, борьба всех этих республик, а также государства СНГ против экстремизма и терроризма. Алсус Атарова, Виолетта Басова, Универ-Ньюс. 26 апреля в КФУ состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса Куара Каля, что переводится как «Вдохновенное перо». Это интернет-конкурс, который проводится в Казанском университете уже третий раз. С каждым годом география участников и их количество расширяется. В этом году на суд жюри было представлено около 150 работ. Обладателем гран-при конкурса стала представительница детской телестудии «Нур» Арского района Талия Тухватулина. А мы переходим к другим новостям. В Елабужском институте Казанского федерального университета прошла международная конференция, участники которой обсудили перспективы раздельного обучения в школах. Подробности далее. В конференции Елабужского института КФУ приняли участие руководители образовательных учреждений Татарстана, Удмуртии, Томска, Сыктывкары и многих других регионов России. Зарубежный опыт организации раздельного обучения был представлен преподавателем Перуанского католического университета Сан-Пабло и Международного университета Каталонии. Сейчас в Каталонии 12 таких школ с раздельным обучением, полностью по Испании около сотни школ таких. И очень маленькими шагами это, конечно, развивается. В год примерно по одной, по две школы открываются таких раздельным обучением. Вопрос раздельного обучения мальчиков и девочек в школах с разной степенью активности обсуждается уже многие годы. Сейчас новый импульс в развитии этой темы возник благодаря расширению опыта исследований в области ген. Я была очень рада, когда узнала возможность поучаствовать в таком замечательном проекте, международной конференции. Потому что, на мой взгляд, к сожалению, сейчас не так много внимания уделяется вопросам гендерного подхода в образовании. Вот в нашей огромной республике, в республике Коми, которая занимает большую территорию, всего лишь одна подобная гимназия. В Татарстане таких школ 10, и в них обучаются более 2,5 тысяч школьников. Камиля Юрикова, Камиль Гемоздинов, Айдар Нурмиев, Универ Ньюс. На этом все. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok